Вон там семьи тоже медом залило, их тоже погибли. В итоге 9 семей погибло. 9 пчелиных семей, 17 овец и несколько десятков кур. Николай Васильев не может скрыть слез, вспоминая живность, погибшую в пожаре. Минувшую субботу уже заполночь его участок вспыхнул, как спичка, и выгорел дотла. Пасека, стайки, баня. Мужчина поднимал свое хозяйство почти 40 лет и лишился его буквально за полчаса. Дом говорит, а мы ничего сделать не можем, мы не можем хорошим людям помочь. Они никогда никому не отказали. Вот я знаю, дядя Коля чуть ли бы давно их знаю. Они никому не отказывали, ни в чем. Попросишь, помогут. И просто люди горят, и мы стоим, смотрим, хлопаем своими глазами. Ничего не могли сделать. Соседи на помощь Николаю не пришли. Помешал не страх, а отсутствие воды. Именно по этой причине и сами хозяева не смогли спасти хотя бы часть своего большого некогда хозяйства. У топкинских пожарных, прибывших на место, когда уже тлели последние угольки, гидранты тоже были пусты. Пришлось ехать заправляться на местный пруд. В Черемичкинском сельсовете от деревенских жителей лежит уже целая стопка жалоб на работу коммунальщиков. Эти письма и заявления отправляют на рассмотрение выше и выше. Они разгуливают по районным и областным инстанциям. Только вот толку от этого пока мало. Претензий к местным властям у жителей деревни Черемичкина немало. Но главной все же остается проблема воды. Месяц назад у сельчан появилась надежда на ее решение. Именно тогда по всей улице Тамбовской были вырыты глубокие ямы для прокладки новых водопроводных труб. Вырыты и забыты. Вспомнить про них заставила беда. Пытаясь потушить пожар, в доме отца сына Николая Васильева упал как раз в вырытую яму и сломал руку. Через день после происшествия на улицу Тамбовскую пожаловали коммунальные гости, которые оградили ямы сигнальными лентами. А ведь сельчане уже давно жаловались на отсутствие заграждений. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Правда, жители такие ленты только настораживают. До сих пор непонятно, наполнятся ли эти ямы трубами, а краны жителей водой. Управляющие компании от комментариев отказались. Только вот Николаю Васильевичу пока не до них. Сейчас его заботят восстановление хозяйством. Теперь вся надежда на отклик добрых людей. Вы можете помочь Николаю Васильеву. Погорелец проживает по улице Тамбовской, дом 49. Анна Печенегова, Сергей Юрин. Новости моего города.